Так, ну что, дорогие друзья, и мы открываем ежегодную рубрику под названием Съела-полетела И как каждый год, каждую осень, мы вам покажем несколько способов, как изготовить из подручных средств экологически чистые, красивые, удобные, практичные кормушки для птиц, свиницы, воробьев, голубев, ну, для всякой разной летучей живности Самая первая кормушка будет изготовлена из максимально легкого подручного средства Я думаю, каждый из вас покупает в магазинах яйца Ну, в общем, все, что нам для первой кормушки потребуется, это вот такая вот, я даже не знаю, коробочка для яиц Делим все очень просто Выбирайте максимальные размеры, которые к вам подходят, чтобы изготовить из нее пропорциональную кормушку Я, например, буду делать, давайте возьмем три сектора, то есть мы берем три на три, простой квадратик То есть она будет маленькая, практичная и удобная Ножничками отделяем нашу формовку Кстати, это, если что, сейчас начнется пора, когда детям нужно делать какие-то подделки в школу То есть по факту можно, если вы обладаете харизмой, шармом и интернетом Можно сделать вот такие вот кормушки и легко избавить себя от мучений Точнее, ночных времяпрепровождений при изготовлении разных всяких деталей Все, теперь, применив небольшие навыки и смекалку Делаем четыре отверстия Вдеваем туда красивую ниточку Делаем вот такую вот петличку с одной стороны Отмеряем веревочку нужной нам длины То есть, ну, давайте сделаем вот столечко Чекирим Делаем второе отверстие Вдеваем туда ниточку, завязываем узелочек И проводим такую же манипуляцию с другой стороной Вот мы сделали Оп 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 Второе ушко Видите, уже научен жизнью Нужно отверстие делать немножечко побольше Дорогие друзья, ну что, вот вам первая кормушка готова Осталось только насыпать немножечко корма Насыпаем в сектора И все, вот такая вот кормушка может украсить ваш подоконничек Тем более, если на подоконник можно просто вырезать формочку И оставить ее там Следующую кормушечку немножечко дольше понадобится по времени Немножечко трудозатратнее Немножечко и ресурсов понадобится побольше В общем, для изготовления этой кормушки уже используется готовая лоза То есть, просто идете во двор к бабушке, к дедушке на дачу Да и просто где-то на улице находите сухую лозу с под винограда Сворачивайте в любой для вас удобный обруч Можно использовать, я думаю, и какие-то другие породы деревьев Самое главное, чтобы его можно было скрутить в вот такой вот кружочек Закрепляем с помощью проволочки, либо шнурочков по краям, чтобы она не распустилась И проведя небольшие манипуляции Изготавливаем вот такие вот прикольные бусы, сережки, амулеты В общем, все что угодно Подвешиваем сушки из сухофруктов Еще, то есть, если вы хотите кормить синичек, можно использовать кусочки сала Подвязывать на веревочку И делаем вот такие вот игрушечки Потом опять же, опять же, проведя небольшие манипуляции Вы просто-напросто по окружности подвязываете То есть Вот таким вот методом Подвешиваем наши угощения для птичек То есть бусы могут быть максимально разной длины Могут быть, там, я не знаю Максимально плотные, либо же реже То есть вы сами можете контролировать, это ваша фантазия То есть делайте так, как вам хочется Так, как вам удобно Так, как вам комфортно Все, продолжаем подвешивать эти сушечки Ну и, конечно же, радоваться, наслаждаться Это тоже, кстати, дорогие родители Один вам из советов Как можно избавить себя от мучений и задумок Что же приготовить на конкурс поделок ребенку Проведя небольшие манипуляции У нас должен получиться с вами вот такой результат Ну, конечно, конечно Захотите, можно покрасивше Захотите, можно пострашнейше Хотя, знаете, искусство это такая штука Там, где нет пределов красоты В общем, дорогие друзья Делаем вот такую вот красивую штучку И вешаем туда, куда вам угодно На деревце под подъездом Во дворе, в школе На балконе, на подоконнике В общем, где вам угодно Самое главное заботиться о братьях наших меньших Ну и, конечно, птички Потому что птичкам нужно помогать Птички маленькие, беззащитные И все такое А для третьей кормушки нам понадобятся Вообще максимально подручные средства В общем, идете такие Крадетесь Заходите, не знаю, что В общем, в любую, в любую забегаловку Где можно приобрести кофе или чай Говорите Можно я у вас возьму палочку Для того, чтобы помешать Берете один чай Берете одну палочку Потом, как бы не взначай Вы роняете палочку Берете вторую палочку В общем, дорогие друзья Вот такими нелегкими манипуляциями Я насобирал Н-ное количество палочек Для перемешивания чая-кофе И с помощью их Сейчас начинается максимальное развлекалово Потому что каждый из нас Хотел быть строителем Каждый из нас Создавая из спичечных Спичек Просто домик И его клеем ПВА Говорил Да, ё-моё, я же архитектор Не Бикетов, конечно Но архитектор Начинаем выкладывать Соломинки В форме домика Выкладываем платформу Приблизительно Которая будет равна Длине одной палочки Вот таким вот образом Мы это всё выравниваем Это будет являться основой Нашей с вами конструкции Потом Применяем Уже разогретый клей-пистолет И проходимся Немножечко по точечкам Пока платформа наша Застывает и закрепляется Мы начинаем В шахматном порядке Изготавливать Вот такую вот Небольшую Палаточку Естественно Точнее не палаточку О колодец И конечно же Каждую деревяшечку Мы тоже Впоследствии Проклеим Если нету дома Клея Либо клея-пистолета Можно использовать Простые шнурочки И конечно же Клеить шнурочком То есть дорогие друзья У нас должен с вами Получиться Вот такой вот Небольшой колодец Высоту колодца Вы регулируете Своим желанием Клеить И конечно же Наличием палочек Палочки у меня еще остались Но честное слово Я уже подпекал все пальцы И мне чуть-чуть Холодно Очень холодно На улице Я не знаю Как птички будут есть Но в общем Все зависит от вашего времени От вашего желания Ну и конечно же От того Сколько вы Чаев выпили И опять же Используем простую Веревочку Можно шнурки С папыных кроссовок Дорогих Которые он купил Там можно Мамину Цепочку взять Она не раскроется Ведь это все Ради птичек Преследуем мы приблизительно Вот такой вот результат И естественно Что же нам осталось Сюда добавить Это немножечко Корма Дорогие друзья Очень внимательны Будьте к подбору корма Потому что на самом деле Птицы Казалось бы Кушают все что можно Но кушают они все что можно Потому что у них Вариантов других нет А вы пожалуйста Проконтролируйте Что птицам Можно давать Семечки Но семечки Только сырые И чищенные Помимо этого Хлеб можно давать Только черный И сухой Который не вызывает Брожение Ни жареный Ни пареный Ни вареный Никакой И крупы Крупы Если вы насыпаете Будьте внимательны Что птицам Можно давать Только те крупы Которые Не разбухают То есть Не набирают Воду Именно этим видео Мы открываем Точнее Стартуем Наш ежегодный Челлендж Под названием Съело Полетело Делайте Кормушки Фотографируйте Присылайте Нам Ссылочка будет Внизу Под описанием И я напоминаю Что это Уже Всеукраинская Акция Под названием Съело Полетело 2018 Или как говорят По-модному 2К18 Редактор субтитров